и всем слабо и друзья с вами я и сегодня решила опять поиграть skyrim как это не странно что я сделал как вы наверное видели в прошлой части я прошел там супер задание табличку нашел какую-то драконью и теперь я ее должен отнести и квест как бы это будет дальше и я не хочу проходить без вас так что я там побегал в деревне улучшил свой лично один больше урон там прокачался до 8 у него больше ничего я там с кузнецом поговорил и все такое да кузнец в деревне требовал что то долгая загрузка сейчас и ускорим как нибудь нажав на пробелы леска и пенец вот тогда давайте как с вами поговорим про скайрим в сакееве известно так же как противник луны михайнин дракон будет м и в конкурент это по сути см 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 вау круто мы загрузились вот я специально я не знаю я тебя знаю я шишин ошибки быть не может ты тот кого разыскивают пора тебе заплатить за свои преступления иди создавай проблемы другим стражникам да 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 выглядели типа да там одна дверь открывается теперь пошел опять этот туманчик будто кто такое ты он продлится долго если я записываю почему-то они просто постой я тебя знаю опять да ошибки быть не может ты тот кого разыскиваю почему вы тебе заплатить за свои преступления почему вы все эти говорите знаешь что ты не стоишь морозить здравствуйте иди создавай проблемы другим стражникам спасибо здесь не натопчи мне тут по чистому полу грязными сапогами че башку отрублю ради этого топчем топчем тут все топчем да куда ты делала швабру просто да ничего представляешь если я своей уборкой тебе мешают только скажи нет вот ты добрая ты добрая а то от облавле но это прошло раз было надо терминологии явно времен первой эры а то и раньше я уверен это копия гораздо более древнего текста а драконий камень из храма ветреного пика он у тебя ты из другого теста чем все эти дуболомы которых мне присылает ярл и а или с его управителем а и т наверняка кто то из них тебе хорошо заплатит Моя коллега будет рада увидеть твою находку. Это она обнаружила ее местоположение, но даже мне не говорит, каким образом. Круто. Выходит, твоя информация все-таки оказалась правдой, и нашему другу выпала честь добыть ее для нас. Значит, это из Кургана на Ветреном Пике? Неплохо. Когда все расшифруете, пришлите мне копию. Фарингард, ты нам нужен. Неподалеку видели дракона. Интересно, чему так радуется Айрилет? Дракон? Поразительно. Где его видели? Что он делал? Да реально. На твоем месте я бы вела себя посерьезнее. Я хочу послушать об этом драконе. Не знаю, сумеем ли мы ему помешать. Пошли. Все, пошли, пошли, побежали. Эй, посторожнее. Нет, даже не подумаю. Тут карты можно своровать. И так Айрилет мне сказала, что ты был в западной дозорной башне. Это мне все брать можно. Да, мой господин. Расскажи ему то, что... Так, сейчас мы тут замочек вскураем. Нет, он точно там где-то открывался. Нет, не тут. Тут ученик, похоже, крутое какое-то звание. Все, открыл. Он говорил мне про дракона. Фу, какой меч. Ну да. Он летел в юго очень быстро. Никогда не видел, чтобы кто-то двигался так быстро. И что было дальше? Он напал на дозорную башню? Нет, господин. Когда я убежал оттуда, он летал над ней кругами. Никогда в жизни так быстро не бегал. Ой. Я думал, он точно кинется за мной. Мне казалось, что у тебя в башню. Молодец, сынок. Дальше мы справимся сами. Ступай в казарму, поешь и отдохни. Нет. Ты это заслужил. Я длин. Я дняка стражников и приведи их сюда. Я дни пять. Во, тряк золотой. Отлично. Не подведи меня. Нет времени на церемонию. Мне опять нужна твоя помощь. Я прошу тебя пойти с Ирилет и помочь ей в битве с драконом. Ну вот. Сотово же. Так что у тебя больше опыта в этом деле, чем у других. Я не забыл, что тебе удалось добыть до Фаррингора драконника. Это ужас тут. Знак моего благоволения не разрешают тебе приобретать дома в городе. И уже отдал соответствующее распоряжение о Венече. И пожалуйста, прими этот дар из моей личной оружии. Мне бы тоже стоило пойти. Я очень хочу посмотреть на этого дракона. Держи руки при себе. Я рисковать не могу. Без тебя здесь не обойтись. Ищи способы, как там защитить город от драконов. Не знаю, не знаю. Даже последний. Так, что он мне дал? Он мне вроде фигни всякую дает. Я ее сейчас может выкину. Что ты мне дал? Вот расскажи мне. Броню ты мне не дал. Одежду. Про одежду этого вообще без понятия. Ну что тут это? Противодействие. А, блин. Серебряные ножи. Может быть, он мне этот щит противодействовал. Я буду... Дай тебя ни на смерти, ни за славой. Мне надо знать, с чем мы имеем дело. Я тоже. Не тревожьтесь, господин. Я буду воплощением осторожности. Это ты мне хотел башко отрубить в начале? Нет? Я просто... Думал, что может быть. Эй, ты куда? Ты убегаешь. Вот растяпа. Ага. Прикинь. Постой. Я тебя знаю. Ты плохо себя чувствуешь? Эм, с чего ты взял? Ммм... Хочешь учиться, не так ли? Угу. Ну что ж, боюсь, учитель из меня не очень. Попробуй обратиться в коллегию Винтерхолда. Попробуй обратиться в коллегию Винтерхолда. Когда ты... Хочешь... Если я скажу, что это не лучший вопрос, ты поймешь, что я имел в виду. Вряд ли. Так или иначе, пока в мои исследования никто не лезет, мне все равно, кто командует. А теперь прошу извинить. У тебя... Немножко бомжовская одежда. Удачного дня. Знаешь, ты... Ты как бомж. Худеешь. Окей. Пошли эти. Сказали идти туда, значит, пойдем туда. Все. Так, в каждом ладине есть правосудие, разыскиваемый ветеранин преступник может преспокойно разгуливать по судению. Слава. Раза драконьего предела говорит, что твоя помощь была неоценима для яна. Благодарю тебя от имени всего Вайтрана. По-моему, ты только что меня посадить пытался. Ну ладно. Все. Идем тут. Прыжу. Крук. Так, там тот, кого я хочу убить. Наши слова по славу тебе. Ты здесь, чтобы услышать. Потому что так называемый император Трос. Да-да, Трос. Он запретил поклонение Талосу, убоявшись альтмерского меча. Они называют... Я люблю нашего короля. Ты что мне несешь? Я называю это богохульством. Нет такой цены, за которую истинный сын империи отвернулся от своего величайшего героя. Император тут бомж. Рассказывает слухими мне вещи. Он же очень далеко. А в Скайриме мы никогда не забудем великого Талоса. Пусть попробую. Я никого не боюсь. Талос мой союзник. А я его пророк. Я тебя убью. Я тебя убью. Его слова в моих устах. А голос в моих горных. Я сохраню игра и убью тебя. Ладно. Нафиг идея, боись. Здесь в Скайриме разговал. И ни магия, ни время его не исцеля. Я знаю, что долго играю. Не хочешь податься в наемники? По-моему, дело как раз по тебе. Да, хочу вот. Мне бы... Я могу тебя кое-чему научить. Да. Давай. Вот этот, кстати, мне сказал там, чтобы... Девчонки, что взят уроков, я... Не хватает. Если найдешь меч, принес. Однооружное оружие что-то повысилось. Сколько у меня поинтов? У меня нет, по-моему, поинтов. Это, пожалуйста. Ну, теперь мне надо копить. На, опять. И так тяжело жить, когда все мужики к тебе пристают. Но этот Барт хуже всех. Ну, ладно, убью его. Ой, не говори. Ко мне уж половина мужчин вайтрана сваталась. Кое-кто из них даже был не женат. Если бы они что-то понимали. Блоку цветов и красивые слова не заставят меня передумать. Давай я убью. Для меня сейчас самое главное, это моя дочка Мила. И никому не встать между мной и моей девочкой. Окей. Так. Кто-то тебя обижает. Этот Барт Микаэль уже на нож нарывается. Так он меня достал. Я слыхала, как он хвастался. В горцующей кобыле, что укротит меня, как истинный Норд укращает всякую дикую тварь. А! Я его убью. Если хочешь попробовать вперёд. Думаю, это бесполезно. В его толстый череп мысль не проверётся. Окей. Что у тебя есть? Ну, немного того, немного сего. Люблю немного того, немного сего. М-м-м, вина, луковуста, яблочко. Круг Кузьева сыграл. Это что за сего? Лук, масло, помидоры тут. Ты продаешь еду? Давай я тебе продам чем-чём. Давай я тебе сам чем-чём. То есть, как, ей можно только едут продавать, да? Да. Свежий из группы и овощи каждый день. Ну, почти каждый день. Не бежать, но выглядишь ты паршиво. Не болеешь? Да немного того, а ты немного сего. Ты меня сейчас только что... Обозвал. Ты понимаешь, что ты нарываешься. Нафиг. Пошёл. Добрый день. Хоккей. М-м-м, я что-то. По брикошке и безделушке, руки лупь. Сразу видать, что ты не из этих краев. Ага. Мой муж Йорлунд трудится на небесной кузнице в Йорваскре, зале соратников. Во всех девяти владениях нет кузнеца лучше. Спасибо. Расспроси его о работе. Это кажется единственное, о чём она охотно говорит. Ну, и ещё, разве что об этих заносчивых засранцах в сынах битвы. Да-да-да. Где находится? Ступай вверх по ступенькам от рынка и поверни направо. Окей. Спасибо. Почему они все это говорят? Немного того, немного сего. Немного того. Еще того. Ой, вы ещё те. Что? Я... Нет, всё, нет. Я не могу. Почему ты такая... Как тебе сказать? Бедная. Бежим. Тут направо, да? Или вот сюда и сюда вот направо, да? Нет? Тут можно что-нибудь? Бочка яблочками. Божай яблочками. Ой, тут дом скрывать. Круто. Спасибо. Круто. Так, мясо. Ням-ням-ням-ням-ням. Использовать вертал. Тут можно красть. Так, этого мы делать не будем. Кто? Кто идет? Кто идет? Шезон-то не ради шести золота меня не посадят. Не-не-не-не. Не, да какие нафиг сапоги? Вот тут... Тут, наверное, тут химик живет. Бомж. Ванного. Химик. Здравствуй. Постой. Я тебя знаю. Ошибки быть не может. Ты тот, кого разыскиваю. Тебе не донесли. Я уже тот, который... Очень крутой. Нет. Что ж, награда за твою голову небольшая. Ладно. Проваливай с глаз моих. Давай, давай. Я тебя не забуду, зараза. Запомни. Я как бы уже вроде бы крутой тут. Не знаю. Я друг вроде бы. Кузнец. Кузнец, здоров. Приветствую тебя в доме воительницы. Пусть название тебя не смущает. У нас и для воителей найдется все, что нужно. Я не говорю, что я лучший кузнец в вайтране. Не доводилось встречаться с моим отцом. Хм, да предостаточно. В целом мы процветали. Народ, который трудится усердно... У нас за мелкое оружие есть, если надо. Палится там, кинжалы всякие. Клинки, шлемы. Практически все необходимое. Спасибо, давай. Я бы хотел. Офигеть! У вас сколько тут необходимого? Офигеть! Как она дорого стоит. Железная секира эффективная. Перчатки, перчатки крутые. То есть тут с деньгами ты можешь... Все! Все тупо должны быть очень... Офигеть! Кожное ни разу не одевал, если честно. Так. Орги, молот, булава. Отмычка. Шесть! Очищенный лунный камень. Ужас. Где вы нашли лунный камень вообще? Он тут так много продает. Прям вообще. Да, пока что я не нашел ничего круче моего, но... Я бы тебе что-нибудь продал. Давайте, Левашка. Так, что могу тебе продать? Этот. Друг не от рук мой. Стрелы, сапоги, сритки, кирку, кожу. Крунду, шкуру. Так, я тебе броню продал. И сейчас. Мага. Броню мага, примешь? Он не принимает... Они не принимают броню мага. Наш Яру. Балгрупп старший. Он благородный человек. Не мне, не мои сеньи, вреда не причине. Доми приятный имя. Пожалуйста, я тебе вроде ничего не купил, но ладно. Ты плохо себя и чеи. Мы кое-кого разыскиваем в Вайтране и хорошо заплатим за сведения об этом человеке. Женщину... Она не отсюда. Женщина. Женщина, как и мы. Она наверняка... Нам не рады в Вайтране. Так что ищи нас в Рорик стаде. Если что-нибудь выяснишь. Так, кого говорить выщить? Мы ищем одну женщину, сбежавшую из Хаммерфелла. Прикат, она может скрываться в этом городе. Окей. Это не твое дело. Тебе нужно лишь знать, что за эти сведения мы хорошо заплатим. Если тебе неинтересно, можешь просто уходить. И любить вас. Окей, пошлите... Мы ее со временем обещаем. Все, я вышел. Этот мужик вышел. Так что в кузинцах можно ковать стрелы и... Арбалетные болты. Вау, арбалеты. Обожаю арбалеты. Здравствуй. Ты, 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 куда, куда? Пошли, мне нужна твоя сабля. Мне нужна твоя сабля. Стоп, тут. Ну да, тут как бы город. Я сейчас, может, прикуплю домик. Спрыгнули, побежали налево, пошел на путь. Ветер здесь. Киса. Погляди. Погляди. Окей. И типа... Великий камень, душ. Ну тебя нафиг, я... Я эти гроты, знаешь как... Деревянный меч. Помогите, сначала дается на душу. Детская золотая туничка. Детская кукла. Детское платье. Ты прямо нафа. Ну ладно. Так, зельки. Лук. Ммм, апатия, вот это хорошо уже, но он стоит. Тыщите, 500. Ты что такое вообще? Камень, душ, пробежь. Это вроде маг. Ты мне нравится. Отмычка. Сколько? Восемь. Все. Восемь. Лунный камень, опять броня. Это что? Рулон бумаги. Кольцо с гранатом. Сумма. Не очень много тут... Много можно понять, но... Так ты и вещи продаешь, боевые топоры, и двухстворчатые мечеты, по-моему, все продаешь. Да, кстати, утюг ты зачем продаешь? Утюг ты просто все продаешь, я не знаю, что ты бы мог не продавать. Давай продадим тебе один член. Так. Стоп. Нет, я у него купил. Нет, а мое, мое, вот оно мое. Метист, нафиг он мне, это нафиг он мне, нафиг он мне, нафиг. Не нужен, не нужен, не нужен, не нужен, не нужен. Не нужен. Это длинник, нафиг. Луки оставим, ножки еду оставим. Вот ему можно почти все продать. Капюшон мага-новичка продали. Наконец-то я продал этот капюшон. Да. Комендус зачем? Лососина. Обожаю продавать лососину мужикам. О. Стоимость 1? Молот. С3, стоимость 0. Зачем мне вообще такие предметы? Крабьи ножки. Вот. Шкулы сушить. Все, теперь у меня уже 800 золота. Но у него почти ничего. Не осталось. Ну, 200, давайте попробуем у него. Сколько? Нет, это даже... Не думаю, чтоб я тебе ее продал. Я тебе вот это продал, светильник. Который ничего не стоит. Все, у меня уже штука. Круто. Ну, у тебя 70-ка. Давай. Подадим тебе все. Все. Я бы хотелось бы... Песка. Ты киска. Давай. Хм... Окей. Что пески поглотили их целиком. Но больше я ничего не скажу. Ибо моя тоска по дому велика. Коварный вопрос. Ибо мы далеко от дома. А земля эта холодна и жестка. Мудрый торговец всегда ищет возможности. Даже если для этого приходится ехать за 3-9 земель. А в Скайриме и впрямь масса возможностей. Война и драконы отпугнули многих других торговцев. Но храбрые получают богатую прибыль. Так, сейчас... Мир тебе на дороге. Очень мне красить. Тебя никто никогда не заметит. Скрытость. Не-а. Гис, ну выруй. Я на выруй не толчка. Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. В теплые пески. Вот так вот сказала. Что мы ему продаем? Как жить траты тебе и твои монеты. Да, я тоже. Что-то нужно. Дорога у нас слуны. Но если все же случится так, что... Да почему тут собрание котов? Погляди. Погляди. Сейчас погляжу. Так вот. Что мы ему продаем? Мы ему продаем вот абсолютно... Пс-сё. Что? У нас так мало золота. У него пс-сё. Там 59. Сколько? Да, все. Пс-сё. Пс-сё два. Сколько? Семь? Нет, ты что? Один. То есть он мне принёс только... Цена сделки. Один у торговца. Ну ладно, я тебе не могу больше ничего подать. Пусть солнце греет тебя. Я прошу. Побежали отсюда. Вот он с коняшкой, то есть... Не он как бы это, а вот... Вот моя коняшка, которую я купить собираюсь. Можно украсть лошадь. А-а-а, где тут мужик? Мужик! Чувак! Чувак! У тебя коня... Я хочу... Купить коня. Типа он заведующий, конечно. Яблочко. Хочешь поговорить со старой женщиной, ну? Угу. Сделать своё доброе дело на сегодня. Нет! Не-не-не-не-не-не-не-не. Они меня заряжут. У меня самые резвые скакуны во всем сказать... Думаю, да. Одна стоит осёдло, если у тебя есть деньги. Тогда возвращайся, когда будут деньги. Окей. Добрый день. Как от этой бабульки убежать? Вообще. Гидали и пострашнее, я знаю, но... Откуда у бабульки кинжал? Беги. Беги, Форест. Подвести. Да! У меня тут бабушка бьёт. Моя повозка – самый безопасный способ путешествия. Такая чиха тут одна. Он меня убьёт. Я хотел присесть! Я хотел присесть. О, боже мой. Так, кто меняется? Куда-то мне бежать. Так, жаль, на контрольную... И что, вот оно всегда так будет, да? Бурбулька! Ты не должна никого узнать. О, боже. Там эти ещё... Я не убивал бабушку. Бабуська меня убивала! Зарезли бы бабушку. Мят за что? Я тут... Лягушка! Бедная лягушка. Которая просто прыгает. Спрятались за этим деревом. Корни, да. Всё, и погнали на... Которую точку... Контрольную точку. Ладно, мы сейчас ещё зайдём. Эм, как тут зайти? Типа, как-никак? Типа, как тут зайдём. Когда я делаю... Которая... Как тут зайдём. Пить? Воль... Сиядём. Его?